У моего мужа случился инсульт. Это случилось внезапно, и я была совершенно потеряна. В голове крутилось тысяча вопросов, почему именно он? Он выздоровеет? Какой будет наша жизнь теперь? В больнице о моем муже хорошо заботились, но когда его отправили домой, мы остались со своими заботами совершенно одни. Все внезапно изменилось, и я не знала, куда обратиться и где получить помощь. Я боялась, что останусь с ним дома одна, и никто не придет на помощь. Ежегодно в Эстонии заболевает инсультом около 4000 человек. Это неожиданное и тяжелое заболевание, последствия которого серьезны и меняют жизнь как самого пациента, так и его близких. Примерно 20% пациентов с инсультом умирают в течение первого года после инсульта. 50% выздоравливают полностью или достаточно, чтобы справляться с повседневной жизнью, а 30% остаются в зависимости от ухода близких. Во время лечения инсульта пациент контактирует со многими сторонами – от неврологов и реабилитологов до центров семейной медицины и социальных работников. Острая фаза лечения, проводимая сразу после инсульта, эффективна, но последующий путь лечения раздроблен и сложен с точки зрения пациента. Сторон много, сотрудничество и координация между ними плохие. В результате человеку и его близким неясно, что будет дальше, и они могут не добраться до необходимых услуг. В 2019 году Касса здоровья инициировала ведущий проект лечения инсульта. Цель проекта – сделать процесс лечения более целостным и ориентированным на человека, чтобы улучшить качество жизни человека после инсульта. Проект состоит из трех взаимосвязанных компонентов. Проекты по развитию пути лечения, оценка состояния здоровья пациентов, перенесших инсульт, и новое финансирование. Проект реализуется в сотрудничестве с четырьмя больницами, за которыми стоит более 50 партнеров. В проектах по развитию пробуются различные новаторские решения, чтобы пациенты и их близкие могли получать вовремя понятную им информацию и должны быть вовлечены в процесс принятия решений, касающихся их. Все стороны, принимающие участие в процессе лечения, могли договориться о распределении ролей, то есть о том, кто, где, чем именно и каким образом занимается, и как пациент будет плавно переходить от одного этапа пути лечения к другому. У пациента был комплексный план лечения, который будет доступен для всех участников пути лечения, который будет сопровождать пациента на всем его пути. У пациента и его близких был координатор, с которым можно связываться на протяжении всего пути лечения и который проведет их от одного этапа к другому. Пациент мог получить услуги в соответствии со своими индивидуальными потребностями и предпочтениями, как можно ближе к дому или на дому. Впервые в Эстонии в рамках измерения показателей здоровья начнут систематически измерять оценку качества жизни человека после болезни. Это необходимо для того, чтобы понять, как человек восстановился в процессе лечения и что можно сделать для улучшения качества его жизни. Новый способ финансирования заключается в том, что вместо оплаты отдельных услуг была бы согласована одна цена на весь путь лечения. Идея состоит в том, чтобы дать разным оказателям услуг стимул для совместной работы и координации, чтобы каждый человек, перенесший инсульт, получал необходимые именно ему услуги. Новые разработки будут тестироваться до 2023 года. В случае успеха в будущем они будут внедрены по всей стране. Больные и его близкие не должны чувствовать себя беспомощными в поиске поддержки и оставаться одинокими наедине со своими проблемами. Услышав о ведущем проекте «Пути лечения и инсульта», мне кажется, что это именно то, что могло бы помочь другим людям с такими проблемами в будущем. Подробную информацию о ведущем проекте «Пути лечения и инсульта» можно найти на сайте Кассы здоровья. Более комплексное лечение – лучшее качество жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова